Мы должны решать вопрос вместе, дружно, потому что это общее сельское поселение. Действительно, всем вместе и за одним столом необходимо обсуждать предстоящую реконструкцию дороги. Встреча назрела, вопросы главе района сельчане адресовали и в соцсетях. Проект обновления трассы М7 Богородской Куйки был включен в генеральный план поселения еще 8 лет назад. Публичные слушания начались 3 февраля, и за это время поступило лишь одно письменное обращение от служителя храма. Просили передвинуть автобусную остановку и замечания учли. У меня вопрос, как будет организован въезд в поселок Куйки, через какое место, будет ли там пешеходный трассик организован. Работы по реконструкции дороги планируются в этом году, поэтому интерес жителей вполне объясним. На воскресную встречу приехали из Богородского и Куйков, а также были несколько активистов, которые пытались помешать конструктивному диалогу, при этом так и не озвучив конкретных предложений. Основной вопрос это у нас строительство и реконструкция дороги Куйки-Богородская М7. По проекту Богородская Куйки соединит одна автомагистраль. Фактически она есть и сегодня, только между селами это грунтовка. Жителей Куйков проект реконструкции вполне устраивает. Сегодня они фактически оказались отрезанными от цивилизации. Чтобы добраться до Казани, лепестрецов вынуждены преодолевать несколько километров через поле. Дорога, которая проходит через поле, она уже давно сформирована самими жителями и хотим, чтобы эту дорогу наконец-то построили и мы спокойно могли добираться до Кистрецов. В Богородском по этому проекту планируется реконструкция центральной улицы. Здесь речь идет о безопасности участников движения. На сегодняшний день дорога, которая проходит через Богородское, она полностью не соответствует. То есть она небезопасна. Мы в любом случае реконструкцию дороги в Богородском должны сделать. То есть мы должны безопасные условия создать. Там предусмотрены и светофоры, и переходы, и лежачие полицейские, и тротуары предусмотрены. Некоторые жители села Богородское переживают, что после реконструкции трафик через их село увеличится. Глава объясняет, трафик может и сократиться, когда в Куйках будет построена школа, и родители перестанут возить своих детей в Богородское или Казань. Земля под школу уже выделена, процесс на стадии проектирования. По строительству школы сейчас выпущено распоряжение о выделении денег на проектирование этой школы на 1224 места. Параллельно мы занимаемся формированием участка и подготовкой технических условий для подключения этой школы к воде. Более того, мы, понимая перспективу, еще один участок запланировали еще под такую же школу. После реконструкции планируют запустить автобусное сообщение между поселками. Будет курсировать и школьный автобус. Пока же в Богородскую школу из Куйков по грунтовке добирается 27 детей. А чтобы приехать в Казань, люди выезжают из дома за три часа. Новый участок для них своего рода дорога жизни. Мои дети ходят в садик города Казани. Мы встаем без десяти четыре. В пять мы выезжаем. Мы едем через поле. Подъезжаем к садику в районе 6.20. Дежурная группа садика начинает работать с 7 утра. И вот это время, 40 минут, мы ожидаем, сидя в машине. Сегодня Куйки полностью отрезаны от возможности посещать МФЦ, РАНО района, поликлинику. Мы это тоже должны, их права не ущемлять в этом плане. На встрече прозвучали предложения реконструировать не центральную улицу Богородского, а построить объездную. По альтернативной объездной дороге первый раз мы замечание предложения от жителей Богородского поселения услышали 3 февраля. Сейчас вопрос этот находится в проработке. То есть конкретно сказать, что будет дорога и как проходить мы не сможем. Чтобы построить дорогу в объезд Богородского, нужно внести изменения в генплан поселения, не считая всех остальных согласований и проектирования. Уйдут годы, а жителям Куйков и ближайших населенных пунктов автомагистраль нужна уже сейчас. Встреча с жителями оказалась жаркой, но продуктивной по ее окончанию. Сформировали рабочую группу и договорились о тесном сотрудничестве с властями. Свои предложения в письменном виде они должны предоставить до 25 февраля.